В Одессе прошла внеочередная сессия городского совета. Несмотря на краткость, а длилось мероприятие не более полутора часов, рассматривались на ней достаточно важные и даже резонансные для города вопросы. Что депутаты поддержали, а что не нашло их поддержки, подробнее наши корреспонденты. Лето и июль, небывалая жара. Впрочем, несмотря на очень плюс, на улице депутаты решили собраться на внеочередную сессию городского совета. О своем присутствии и процедуре регистрации заявили 79 депутатов. Правда, удивительным образом на их численность повлияло исполнение государственного гимна. После последнего музыкального аккорда количество депутатов увеличилось до 83. Впрочем, при ближайшем рассмотрении стало понятно, почему. Кнопкодавство – это для наших депутатов святое. Несмотря ни на что, они продолжают голосовать за себя и за того парня. На повестке дня всего пять вопросов по исполнению бюджета, о внесении изменений в программу по охране окружающей среды, а также внесении изменений в программу помощи ветеранам и детям войны. Кроме того, был принят проект решения о передаче в концессию части магистральной системы водоотведения Южного бассейна. Сами депутаты как-то вяленько реагировали на поставленный вопрос. Единственное оживление наблюдалось всего несколько раз. Например, депутат Скобленко немного подпортил всеобщую радость от факта увеличения бюджетной статьи расходов на социальные и коммунальные нужды граждан, потому как проблемы эти продолжают не решаться. Например, проблемы с внутриквартальными проездами. Люди после дождей чувствуют себя как в Венеции. Они по колено в воде добираются к парадным сегодня. Из года в год уже на протяжении четырех лет я получаю ответы от городского исполкома. Вот сейчас последний ответ, подписанный господином Шандрихом, говорит о том, что сегодня нет средств в бюджете города на то, чтобы сделать межкварталку. И так это идет сегодня, начиная с обычных мелких ремонтов до капитальных. Мы говорим о том, что мы сегодня перераспределяем средства бюджета, которые должны пойти сегодня на выплату и на покрытие, на улучшение жизни наших одесситов. Но сегодня, к сожалению, мы этого не видим. Так бы велотекущее и прошло это недолгое сборище государственных умов общегородского уровня, если бы не еще один вопрос, несенный на повестку дня с голоса. Голос этот принадлежал Александру Остапенко. Депутат предложил увековечить память погибшим в АТО воинам. И тут, как говорят в Одессе, началось. Под разными предлогами, всеми правдами, а заодно неправдами, стали городские депутаты убеждать себя и окружающих в том, что такого памятника в Одессе не должно быть. Коммунисты против. Я считаю, что это решение и наша фракция считает заблаговременно, потому что мы не знаем, сколько еще АТО продолжается, еще погибнут воинов. Такое решение. Это заблаговременно. Его принимать нельзя. Нас не поймет народ Украины. Хочется только отметить, что это не народ вас не поймет. Это вы, господа, которые, товарищи, перестали народ понимать, причем уже давно. Совершенно очевидно, что сегодня у нас в стране идет не гражданская война, а идет гибридная война, когда каждый день мы слышим, что из соседнего государства в нашу страну попадают туристы на своих танках или машинах полных боеприпасов. И это точно уж никакого отношения к гражданской войне не имеет. Мало того, в этой войне и правда гибнут украинские граждане. И, к сожалению, гибнут даже представители города Одессы и Одесской области. Я считаю, что просто морально будет увековечить их память мемориалом. Мало того, этот памятник может быть центром патриотического воспитания наших одесситов в том числе. Считаю это решение чрезвычайно важным и лакмусовой такой бумажкой для Одесского городского совета. Но когда слово взяли представители партии Радына, от нашего депутатского корпуса пахнуло таким суровым сепаратистским духом, что стало даже неприятно находиться с ними в одном зале. А вот насчет гражданской войны или какая-то другая, не надо лукавить. Вы же военный человек. Вы прекрасно понимаете, рассказы о том, что кто-то напал, это вранье. И доказывается это одним единственным взглядом на карту. И вы сразу увидите, что нет никаких боевых действий. И вот так. Нет, мол, никаких боевых действий. В ответ на эту портящую воздух мысль не выдержали присутствующие волонтеры и общественники. Там воюют те, которые называют себя отпускниками, а в другой стране воюют те, которые называют себя... А позакрывайте там, были ганьеты. Уважаемые, уважаемые... Ну, кому ганьба, а кому божья роса утерся и дальше работать на благо избирателя. Конечно, депутаты все-таки приняли историческое решение, но стоит помнить, что это всего лишь решение о создании комиссии, которая, возможно, когда-нибудь займется таки разработкой проекта памятника. А там, глядишь, или выборы закончатся, или мир наступит. Причем некоторые упорно продолжают ждать русского мира. Сам Геннадий Леонидович на всякий случай полностью снял с себя всякую ответственность за принятое решение. Вы знаете, срочность вопроса определил депутат Остапин. Сколько комиссия, это уже будет определять комиссия. Я думаю, что мы создадим комиссию, и она определит уже время, интервалы временные, когда, в какие сроки она завершит свою работу. Зато установка еще одного памятника Морозли не вызвала у депутатов никаких вопросов. Памятный бюст градоначальника будет установлен на Греческой площади со стороны неработающего фонтана. В то же время депутаты Горсовета отказались включать в повестку дня вопрос о создании комиссии по разработке мероприятий по празднованию 600-летия с момента первого письменного упоминания города Одессы. С этим предложением выступил депутат Александр Остапенко. За его предложение проголосовали 25 депутатов из 83 зарегистрировавшихся. Стоит отметить, что еще в июне Приморский райсуд Одессы своим решением обязал Одесский городской совет рассмотреть вопрос о праздновании юбилея на сессии. А Верховная Рада включила празднование в список обязательных для празднования дат.